В Мурме чествуют долгожителей, поколения победителей, пережившие войну и поднявшие страну из развалин. Свой 95-летний юбилей отметила Евдокия Малахова. Всю свою жизнь она проработала на железной дороге. Подробнее в сюжете. Евдокия Малахова О своей долгой и такой непростой жизни. Город, дорог перетаскивайте. Нас не берут. Евдокии вместе с подружкой удалось найти работу, уехав из деревни Мухина Меленковского района. С 1937 года она начала трудиться на железной дороге в Мурме, ремонтником железнодорожных путей. Там девушка работала и в военные годы. Нам только кончает баланс, придет выгружать. Мы будем покупать 700 грамм хлеба. А мне говорят, не надо, дайте карточку уборщицу, она вам возьмет. А мы пойдем выгружать. Выгрузим этот состав. Кажет в платформе. А он сырой, прямо из реки. Придем домой по 12 ночи. В 1944 году Евдокию Малахову отправили в Латвию восстанавливать железную дорогу. Там она прожила 10 лет, вышла замуж и родила детей. Вместе с семьей Евдокия вернулась в Муром в 1955 году и продолжила работать на железной дороге. Насколько это был тяжелый для женщины труд, знают только те, кто был с нею рядом. Механизма никакого не было. Бывало, лопнет крестовина. Мы у депо и у дам за маской горловины тащим, как бурлаки на Волге. Ну, по ледешку, по ледешку, если зимой. И пойдет, пойдет, давайте побыстрее, побыстрее. Таскали на канатах, на веревках. Желаю ей добра, счастья и дожить до 100 лет. И встретить нас на 100 лет. И я с ней проработала 37 лет. Труженица тыла, отличница социалистических соревнований, ударница коммунистического труда. Работая, не покладая рук, растя детей, помогая внукам и правнукам в своем преклонном возрасте, Евдокия Малахова по-прежнему полна энергии и желания жить. Елена Петрова, Александр Симонов. Новости Муром. Субтитры создавал DimaTorzok